Борьба с несанкционированными свалками продолжается. В этот раз склад отходов организовали в Кантышево. Туда-то и отправились сотрудники Россельхознадзора. Но помимо этого правонарушения они обнаружили еще одно. Все подробности у Микаила Тангиева. Невыносимый запах мусора, разбросанного по всей округе, чувствуется за несколько сот метров. Несмотря на многократные предупреждения и угрозы штрафами, местные жители продолжают периодически сбрасывать здесь БТВ и строительные отходы. А тем временем все вокруг спешат снять с себя ответственность, показывая инспекционной комиссии документ, якобы подтверждающий, что эта земля не в их юрисдикции и принадлежит другому лицу. Сотрудники Россельхознадзора отмечают, что организация свалки в подобном месте может повлечь за собой существенный вред верхнему плодородному слою земли. И тут же они провели комплекс мероприятий и выявили факт массового загрязнения окружающей среды. В наше управление поступило сообщение в виде письма от комитета экологии о том, что на административной территории сельского поселения Кантышева, на землях сельхозназначения, организована свалка твердых бытовых отходов. То есть свалка несанкционированная, незаконная. Это является нарушением требования земельного законодательства Российской Федерации. Данная свалка несанкционированная. Впрочем, вред эта свалка наносит не только людям, но и природе. От запаха и летающего мусора по округе страдают сельскохозяйственные угодья. По словам инспекторов земельного надзора, выброс мусора на этой территории на решение сразу нескольких законов. По предварительной информации, по имеющейся у нас документам, данный земельный участок принадлежит по договору аренды ГУП Сергула Женикидзе. Но я еще раз повторюсь, нами приводится весь комплекс мероприятий на установление личности, конкретно кому или хозяйствующего субъекта, кому принадлежит данный земельный участок, для дальнейшего привлечения его к административной ответственности. Как говорится, беда не приходит одна. И в ходе осмотра территорий сотрудники Россельхознадзора обнаружили еще одно правонарушение. На этот раз далеко идти не пришлось. Прямо посреди свалки незаконным путем организовали карьер для зобычи полезных ископаемых. Тут же и техника, предназначенная для осуществления этой незаконной деятельности. Мы обнаружили экскаватор, который проверили. Регистрационных документов не оказалось в наличии. Мы пробьем по базе, все проверим. Если техника не зарегистрирована, не стоит на регистрационном учете, привлечем к административной ответственности. По страте 1922 незаконная регистрация транспортных средств. Незаконная добыча песчаной гравийной смеси также является грубейшим нарушением требований земельного законодательства. Тем более, что никаких документов, разрешающих вести подобную деятельность, не имеется. Этот земельный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Земли сельскохозяйственного назначения предназначены только для производства и переработки сельхозпродукции. Как мы с вами можем наблюдать, здесь ведется добыча песчаной гравийной смеси, то есть полезных ископаемых. Что не предусматривается действующим земельным законодательством Российской Федерации. Кто виноват, еще предстоит выяснить. Ясно одно, избежать административного наказания не получится. Все собранные материалы будут отправлены по инстанциям. Ну а пока идут разбирательства, мусор продолжает травить людям жизнь, а природе – почву. Микаэл Тангил, Рахман Суров, Новости 24.